Всем привет! Сегодня мы узнаем, как управлять смартбоном с помощью сжатия кости. Как вы уже знаете, смартбоны реагируют только на поворот кости. Позиции сжатия не могут контролировать экшен. Но есть один простой трюк, как заставить управлять смартбоном с помощью сжатия. Самый простой пример, когда этот трюк может пригодиться, это автоматическое изменение формы рукава, при имитации поворота рук на камеру. Выделяем кость, которая должна сжиматься и добавляем на нее дополнительные кости, как в уроке «Недеструктивное сжатие костей». Одна дополнительная кость у основания главной кости и вторая у вершины. Назначаем им параметр Ignored by Inverse Kinematics. Если вы уже использовали дополнительные кости, это только плюс. Но если дополнительных костей не было, не забудьте перепривязать к ним точки, как в предыдущем уроке. Далее создаем еще одну дочернюю кость от первой дополнительной кости. Это и есть наш рычаг, который будет контролироваться сжатием основной кости. Ставим значение 0 в его параметр Position X. Это для того, чтобы его позиция по высоте совпадала с позицией его родительской кости. Для рычага назначаем вторую дополнительную кость в качестве Target Bone. Для этого выделим рычаг, перейдем в меню Bone Constraints и выберем нужную кость в списке Target. Назначить таргет также можно с помощью инструмента Repair and Bone. Выбрав этот инструмент, выделим кость, на которую нужно назначить таргет. Чтобы это сделать, просто кликнем по кости с зажатой клавишей Alt. Теперь зажмем клавишу Ctrl и кликнем по кости, которая должна быть таргетом. В этом случае нам не нужно запоминать имя кости и искать ее в списке. Рычаг должен смотреть прямо на таргет в нулевом кадре. Так как таргет не поворачивает кости в нулевом кадре, нам нужно перейти на первый кадр. Здесь рычаг уже повернут на таргет и мы можем просто скопировать значение его поворота и вставить в нулевом кадре. Теперь кость развернута правильно. Дальше нам нужно определиться значением минимального сжатия кости. Я считаю, что значения 0,2 достаточно. Запомните это значение или сделайте заметку о нем на случай, если придется редактировать рычаг. Теперь мы можем узнать, какой угол рычага должен соответствовать этому сжатию. Перейдем на первый кадр, сожмем основную кость до значения 0,2 и скопируем в буфер обмена значение поворота рычага, который выкрутился на таргет. Теперь у нас есть все необходимые данные. Создаем смартбон для рычага. В первом кадре экшена вставляем значение поворота рычага из буфера обмена, а основную кость сжимаем до минимального значения, то есть до 0,2. Осталось только настроить форму рукава для этого сжатия. Переходим на векторный слой и подставляем точки и кривизну в нужную позицию. После того, как рукав настроен, нужно вернуться на костный слой и удалить ключи на канале Bone Scale. Все готово. Давайте уберем силу влияния дополнительных костей, спрячем их и убедимся, что это работает. Если использовать этот трюк для пары рукавов и не злоупотреблять им, то никак не отразится на производительности модели, даже в связке с комплектом дополнительных костей на руках и ногах. На этом все, всем пока! Продолжение следует...